Ни одна саратовская автошкола до сих пор не получила разрешение на подготовку водителей. Напомню, согласно новым правилам, все они должны были получить заключение госавтоинспекции о соответствии требованиям. Школам нужно было согласовать программы подготовки и улучшить материально-техническую базу. Почему этого еще не сделали, выясняла Елена Губенкова. Она обошла уже несколько автошкол, но везде наталкивается либо на закрытые двери, либо на ответ мы не учим. Алла решила получить права, но теперь не может найти автошколу, в которой набирают группу. Я давно хотела получить права, мечтала сесть за руль. Пришла в автошкол, чтобы научиться, но мне сказали, что сейчас набора нет. И когда он будет, неизвестно. Сказали ждать. Насколько затянется это ожидание, сегодня не ясно. Ни одна автошкола Саратовской области на сегодняшний день не имеет права набирать учеников. Причем заявки готовят полным ходом. По новым правилам для получения заключения от госавтоинспекции нужна материально-техническая база и новые программы подготовки. Сделать все как нужно оказалось сложнее, чем ожидали в автошколах. Говорят, в законе прописано слишком много новых нюансов. Никогда не нужно было теперь при подготовке на любую категорию необходимо иметь легковой прицеп. Точнее прицеп грузовой, но с небольшой грузоподъемностью. Хоть на С-категорию, хоть на Б-категорию. А прицеп мало того иметь. Надо еще иметь сцепное устройство. Не говоря уже о том, что ужесточились требования к автодромам. Многие школы в срочном порядке строят новые трассы. Это отнимает время. Поэтому пока заявки в дорожную полицию подали только две компании. Пока их одобрят, пройдет не меньше месяца. А значит очередь из желающих получить права будет только расти. Здесь главное, говорят в инспекции, не попасться на удочку тех, кто не чист на руку. Перед заключением договора на обучение на право управления транспортным средством необходимо поинтересоваться, имеются ли у этой автошколы согласованные программы обучения с ГИБДД и заключение ГИБДД о соответствии с их материальной базой. Если этих документов нет, а пока их нет ни у одной автошколы, соответственно он обучаться там не может. Ждать и только ждать. Единственный совет дорожных полицейских. Уверены, что в ближайшие пару недель автошколы массово начнут подавать заявки. На их рассмотрение отводят от месяца до двух. Но есть поблажка для тех школ, у которых есть лицензия. Им заключение должны вынести за две недели. Но первых учеников вряд ли будут набирать раньше ноября. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.